Доброе утро! Я вам расскажу об опыте Международного института прикладного системного анализа, который находится в Вене, в Австрии, по использованию данных дистанционного зондирования для моделирования лесов и для углеродного бюджета. Институт был основан в 1972 году как соответственный мост между Востоком и Западом. Там Советский Союз и Соединенные Штаты создали этот институт как место, где можно во время Холодной войны, где ученые хотя бы могут говорить, если политики не могут говорить друг с другом, то хотя бы ученые могут говорить друг с другом. Но постепенно его фокус сместился. Сейчас это глобальный институт, больше рассматривающий вопросы севера и юга, как здесь указано, то есть развитых стран и развивающихся стран. 22 страны-члены, в том числе Россия, Академия наук российская. Два раза в год приезжают представители этих стран и определяют стратегию развития института. Я работаю в экосистемном отделе, хотя институт занимается множеством различных проблем, начиная от народонаселения, энергетики, ну и в том числе экосистемами. У нас есть летняя школа молодых ученых, может быть, будет интересно для молодых ученых, не так много, но их здесь, но все-таки. То есть можно подать документы до 10 января каждого года, и есть шанс получить стипендию на 3 летних месяца, провести в ЯСА, где собирается примерно 50-60 молодых ученых, обычно это аспиранты 2-3 года. Есть некоторое количество занятий, но в основном они продолжают работать по своей теме, диссертации и общаются с другими молодыми учеными и сотрудниками ЯСА. Институт известен своим модельным кластером. Здесь перечислены только основные модели, которые используются. Они затрагивают разные сферы. Как видите, есть и экономика, и народонаселение, и энергетика, но наш отдел экосистемных сервисов и менеджмента в основном вот в этой справой части. Здесь модель сельского хозяйства EPIC, модель лесная Global Forest Model, пожаров, модель экономическая модель землепользования, которая может принимать решение, какое из видов землепользования более выгодно и, скорее всего, будет развиваться на этой территории. Есть отдел, который в основном занимается дистанционным зондированием и краудсорсингом. Когда мы говорим о лесных моделях, если вы вобьете в гугле лесные модели, то я просто хочу показать, о чем люди думают, когда думают о лесных моделях. В том числе есть и профессиональные вещи, Forest Growth and Yield Modeling. Вот этим мы, в общем, больше занимаемся. Глобальная лесная модель, или GFM, она может оценить чистую первичную продукцию, прирост леса, запасы, биомассы и то количество биомассы, которое может быть заготовлено в лесу при различных сценариях управления, различных сценариях климата и так далее. Она работает до примерно 1 км разрешения глобально. И, может, есть некоторые региональные применения к калибровке этой модели. Это биофизическая, статистическая в основном модель. То есть здесь используются кривые хода роста, как изменяются показатели насаждения с возрастом. Чтобы откалибровать эти модели роста, используются данные постоянных пробных площадей, таблицы или модели хода роста, или какие-то локальные модели, которые описывают динамику лесов. И вторая существенная часть – это как раз производительность того или иного места. Если у нас есть хорошая карта почины для какой-то небольшой территории или карты бонитетов, мы их можем использовать. Но в глобальном масштабе мы используем дистанционные продукты и чистую первичную продуктивность с МОДИСа полученной, НПП. И эта модель калибруется по данным климатическим, почвенным, земельного покрова, типов леса и управления. Здесь перечислен список показателей, которые используются, биофизических показателей, которые помогают определить уровень продуктивности того или иного участка Земли. И вот пример, как с помощью Machine Learning здесь был применен, использован целый ряд биофизических показателей. И как эти показатели способны описать чистую первичную продукцию, полученную с дистанционных продуктов. Видите, для данного участка наибольшее влияние оказывают запасы воды в почве. Они в большей степени определяют уровень продуктивности того или иного места. Также важны климатические показатели относительно влажности, максимальная температура и ряд других показателей. Среди них, видите, есть высота над уровнем моря, солнечная радиация, potential evapotranspiration и ряд других показателей. Это один из проектов, с которым мы связаны. Он был нацелен и сейчас продолжается на Индонезию. И задача была оценить потенциальную продуктивность плантаций различных. На нашем модели описывает ход роста, динамику с возрастом наслаждений. И откалиброванная с помощью тех методов, которых я точно перед этим сказал, мы можем получить карту потенциальной продуктивности. То есть как бы мы посадили вот эту акацию по всей стране. И дальше, используя эти данные, экономическая модель уже может принимать решение. Ага, акация здесь дает такие экономические показатели. Если мы посадим эвкалипт, мы получим другие показатели. Если мы посадим какие-то сельхозкультуры, там третий вариант. И дальше экономическая модель уже в зависимости от цен, от прогноза цен, может решать, где что лучше сделать и помогать принимать решения. Хозяйственные и политические. Вот с этой моделью мы надеемся попасть как раз в пятилетний план. Индонезия развивается по пятилетним планам. Вот эти прогнозы должны попасть в эти пятилетние планы развития страны. И вот одно из показателей, которое позволяет решить эту модель – возраста рубок. Вот если посмотрите на этот график, красным показан прирост. То есть если мы хотим максимизировать количество биомассы, получаем в единицу времени, то мы захотим срубить лес при максимальном среднем приросте. Если мы захотим максимизировать запасы фитомассы на данном участке, то мы будем рубить гораздо позже. В максимуме средних запасов. Вот еще один пример. Две различные породы. Вот видите кривые хода роста. Динамики фитомассы с возрастом отличаются у разных пород. И карты приростов тоже имеют несколько различные конфигурации. Здесь вот показано, как связаны между собой лесная модель, глобальная лесная модель, экономическая модель, которая принимает решения, и модель по пожарам. То есть лесная модель говорит, какие есть возможности ведения лесного хозяйства, посадить плантации эвкалипта, акации, или законсервировать этот участок леса, оставить его под естественное зарастание, или активное лесоразведение использовать и так далее. Эту информацию получает экономическая модель. Она использует различные сценарии управления и предлагает, что конкретно более выгодно или более следует использовать, исходя из тех задач, которые ставят политики, например, связывание углерода или другие обязательства страны. Пожарная модель оценивает риски пожаров при таком землепользовании и при этом количестве горючих материалов. И, соответственно, сюда возвращает в экономическую модель, какая территория может быть подвержена пожарам. И также эта информация связана, опять же, с лесной моделью, и она таким образом функционирует все вместе. Здесь несколько фотографий, как выглядят сгоревшие площади. Здесь коллеги из ЦЭПЛ и из ИКИ гораздо больше, наверное, и лучше рассказывают про пожары. Это свои фотографии из Сибири, из Ивенкии, как выглядят сгоревшие леса. Тоже надо иметь в виду, что в учете углеродного бюджета не все сгорает за раз. То есть часть горючих материалов сгорает, часть остается, видите, часть зеленого остается. И остается на разложении еще долгое время. Еще один проект, недавно мы отчитались по нему, который финансировала Сибирская угольно-энергетическая компания. Интересно, что промышленность, или даже которые занимаются ископаемым топливом, они интересуются, как можно снизить выбросы или компенсировать часть выбросов от сжигания ископаемого топлива, и как можно улучшить отчетность России в международной организации. Вы знаете, наверное, что Россия предоставляет отчет в ФАО. Один – это по лесам. И еще один отчет в МГИК – это по выбросам. Эти отчеты довольно сильно отличаются между собой. Поэтому, в частности, они заинтересованы, чтобы каким-то образом это была гармонизированная отчетность. И чтобы отчетность была более полная и так далее. Здесь участвовало несколько организаций, помимо ЯСА, Институт глобального климата и экологии, ВНИЛМ, Матичинский филиал Бауманского университета, Сибирский федеральный университет. И я считаю, что мы несколько методических важных вопросов решили, который один связан с конверсионными коэффициентами, как перейти от запаса древесины к структуре фитомассы. Второй момент важный – это по мертвой древесине, сухостой, валеж, как оценить в масштабах страны. И третий вопрос – это по приростам, по текущим приростам. Здесь я хотел просто показать, что является важным для МГАИК или IPCC на английском. Они дают довольно большую свободу странам, как предоставлять отчетность, но вот эти два принципа очень важны. То есть вы не должны недооценивать или переоценивать результаты свои, не должно быть смещения, и неопределенности должны быть сведены к минимуму. Сейчас учет лесного фонда в России находится на этапе перехода от одной системы учета к другой системе учета, старая, советская, когда каждый полигон, каждый участок леса был каким-то образом оценен или же на местности, или с помощью дистанционного зондирования. Переходит к статистическому учету, когда выборка, определенная размещенная выборка дает информацию статистическую о лесах, вот при переходе от одной к системе другое, старая уже не работает, больше половины лесов России учтены больше 25 лет назад, новая система еще полностью не завершена тоже, и данные ее недоступны для научной общественности в большей степени. Поэтому использование дистанционных методов особенно важно, но сейчас недостаточно используется еще. Модели, все вот эти модели или системы учета, они нуждаются в аккуратной, надежной информации с известной неопределенностью. Вот это ключевой момент. Здесь я хотел показать один из примеров, их можно показать очень много, когда даже свежие относительно и высокого разрешения дистанционные продукты могут содержать довольно существенные ошибки. Вот эта карта маска лесов 25 метров разрешения, выглядит неплохо, но если вы приближите в некоторых местах, вы увидите довольно странные вещи. Допустим, на Новой Земле у них довольно густые леса есть, когда это территория тундра или покрыта льдом и снегом, вот эти территории почти наверняка. Здесь вот такая полоса на севере европейской части, больше 1000 километров длиной, 200-300 километров шириной, где нет леса у них показано вообще. Хотя на всех других продуктах лес существует. То есть даже при таком разрешении аккуратном и довольно свежий продукт содержат такие ошибки. Поэтому мы сами в Международном институте прикладного системы на анализы не обрабатываем первичную данные дистанционного зондирования, но пытаемся сравнить разные продукты и получить гибридные из нескольких один, и получить неопределенности, с какой точностью сделана та или другая карта или с какова точность этой гибридной карты. Сейчас говорят, что наступает золотая эра дистанционного зондирования лесов. Впервые будет как минимум три, а на самом деле больше спутника или дистанционных инструментов, которые специально сделаны для мониторинга лесов. Джедай уже летает с прошлого года, уже какие-то данные поставляются. Единственное, у него ограничение 50-я широта, поэтому не так много России попадает в этот продукт. Биомассы на Найсар будут запущены уже в производстве, должны быть запущены в 2022 году. Есть еще Айсат, летает тоже с прошлого года, который хотя и нацелен в основном на льды, но тем не менее покрывает всю территорию России, и довольно любопытные результаты уже с него получаются. Но вопрос в том, что как мы можем извлечь наибольшую информацию из этих спутников, и будут ли пользователи верить этой информации, потому что высоту, мере, все-таки непосредственно измеряют лидарные инструменты. А вот биомассу, это в любом случае оценка какая-то. Это какие-то физические показатели, которые транслируются в биомассу. И насколько аккуратно они транслированы, это вопрос. И, собственно говоря, мы, по крайней мере, используем два источника данных, которые помогут откалибровать результаты дистанционного зонтирования или валидировать эти результаты. Одно из них – это измерения на Земле, и второе – это с помощью классификации снимка и очень высокого разрешения. Сначала я несколько слов скажу о наземных измерениях. Мы сделали вот этот портал, Forest Observation System, где собираем данные постоянных пробных площадей. Все пробные площади обработаны с помощью одного алгоритма, то есть они могут быть сравнимы между собой. И здесь, собственно говоря, два основных показателя приводятся. Это фитомасса, надземная фитомасса и высота полога. Очень много усилий требует убедить людей, которые на Земле производят измерения, насколько важны эти данные и чтобы они поделились ими. Вот мы решили попросить хотя бы вот эти два небольших показателя, но исключительно важных для дистанционного зондирования. В прошлом месяце вот вышла статья в Nature Scientific Data, где 140 соавторов, это те, которые люди, которые предоставили свои данные и сделали их общедоступными. Упс, это я вверх. Это один из примеров пробной площади недалеко от Байкала. Соответственно, здесь есть ссылка на кто эти данные предоставил. Можно щелкнуть по ссылке и получить контакты этого человека. Можно посмотреть на снимок, когда он есть, как лес выглядит. И вот здесь как раз показатели высота и надземная фитомасса. Если люди делятся каким-то дополнительным параметром, мы тоже их помещаем, допустим, вот состав древостоя и какие-то показатели на этой пробной площади, общая характеристика. Также на этом портале пробуем собирать данные не только измеренные на Земле, на постоянных пробных площадях, но тоже оценки с Airborne Lider, то есть с самолетного лидарные продукты, которые откалиброваны, опять же, по данным пробных площадей. Вот здесь пример проведен. Вот это большая пробная площадь, которая разделена на секции 50 на 50 метров. Вот эти точки, это центр этих 50 на 50 метров. И карта, полученная с самолетом. Видите, такая полоса, и она получена. И, соответственно, есть возможность сравнить данные пробной площади и данные, которые есть на этих картах. Это рассматривается, вот эта концепция суперсайтов, так называемая. То есть когда у нас есть измерения на Земле, есть измерения с самолетных, с лидаров, и потом мы используем космические продукты. Тогда мы можем их и откалибровать аккуратно. И это вот такое скалирование происходит от пробной площади, которая может быть 50 на 50 метров, до вот этой полосы, которая десятки километров, до общего покрытия страны или мира. Здесь я попробовал сравнить данные, которые у нас есть. Это порядка 1600 пробных площадей с глобальными картами фитомассы, которые существуют. Вот эти две карты, они километровым разрешением, соответственно, немножко меньше точек. Это карта 100 метрового разрешения, чуть больше точки. Это карта 25 метрового разрешения, здесь еще больше получилось сравнение. Ну, видите, довольно интересные результаты. Вот, допустим, на этой карте глобальной фитомассы практически нет ни одной точки ниже 100 тонн. Это, значит, порядка 200 кубических метров древесины. То есть ни одной не распознает. У многих карты, вот есть такое насыщение, когда они не могут оценить больше 400 тонн. Хотя на пробных площадях, видите, есть до 700 тонн фитомассы. Пожалуй, вот это самое лучшее, сантора, которое получено в проекте, глоббиомассы недавно. Ну, тоже у нее недостаток, что она завышает низкие запасы и занижает высокие запасы. Здесь вот я хотел прорекламировать. Может быть, вы этим мало занимаетесь, но людям, которые меряют на земле, пожалуйста, не храните данные у себя там на полке или в столе. Надо делиться данными, и это приносит большой эффект не только для других людей, но и для тех, кто меряет. Вот, допустим, измерив что-то на земле, какую-то пробную площадь, можно делиться данными с различными базами данных. И они многие сейчас предлагают тоже соавторство и так далее. Вот, допустим, в GFBI у нас сейчас недавно вышла статья в Nature, где больше двухсот соавторов, всех тех, которые делились данными, в том числе и из Цепла, люди здесь участвовали и так далее. Вот мы, только что вышла статья Scientific Data, тоже 140 соавторов, все, кто делился данными и так далее. И еще расскажу теперь про визуальную интерпретацию снимков высокого разрешения. Мы начали, ну это начали с краудсорсинга, когда привлекается большое число людей, просто заинтересованных в какой-то проблеме. Сейчас мы больше работаем с экспертами, привлекая региональных экспертов. Ну, вы знаете, краудсорсинг, Википедия, допустим, один из известных и наиболее популярных краудсорсинговых проектов успешных. Вот другой мне очень нравится, iNaturalist, когда вы можете видеть какое-нибудь животное, растение, сделали фотографию, автоматически записываются координаты этой местности, и сообщество тут же подключается, поможет определить его, что это за вид. Это мобильное приложение, которое работает таким образом. И вот на нашей GeoWiki, которая уже больше 10 лет развивается, где мы в основном смотрим на типы растительности, земельного покрова, валидацию существующих карт и так далее. У нас на вход используются данные с мобильных приложений, с классификацией снимков высокого разрешения на компьютере, игры используются, серьезные игры. В результате мы оцениваем точность существующих карт и создаем гибридные карты. На снимках высокого разрешения вы можете видеть довольно много, распознать довольно много показателей. Вы можете сказать, ага, вот здесь вот посаженные, допустим, культуры, здесь лес моложе, здесь лес старше, глядя на тени и так дальше. Вы можете определить тип, это сельское хозяйство, это лесное хозяйство. Помимо, собственно говоря, снимков, мы также показываем профиль NDVI, индексы различной зеленостей и сентинель снимки, которые, хотя и несколько более грубого разрешения, но все равно показывают довольно много информации. Вот один из примеров такой глобальной компании была посвящена размеру сельскохозяйственных полей в мире. Участвовало много людей, но наиболее активно порядка 130 человек участвовали в этом. Было классифицировано 120 тысяч точек, предлагались призы или соавторство в научной статье. Все, кто выполнил определенное количество классификаций с определенным уровнем качества, получили возможность или получить приз денежный, или соавторство в статье. Это была статья в Global Change Biology, то есть в одном из топовых журналов. И мы регулярно проводим кампании. Вот недавно закончилась кампания по forest management, то есть по влиянию человека на лес. Опять же, порядка 110 тысяч точек было классифицировано, и сейчас мы работаем над статьей по Global Forest Management карта и будем пытаться ее в Nature подавать. Посмотрим, насколько это получится, но, по крайней мере, это вот цель наших к концу года сделать статью. И там у нас тоже принимало участие довольно много людей, это будет порядка 60-70 человек, которые будут авторами этой статьи. Есть и серьезные игры, когда, вот один из примеров, показывается два снимка за разные года, 10-й, 13-й год, и вопрос, вы видите изменения какие-то, что-то произошло, и вы можете очень легко или снимок сказать нет, да, или может быть. Можно в транспорте сидеть, играть таким образом. Обычно на классификацию такого снимка затрачивается средним меньше трех секунд, и мы можем собирать миллионы таким образом точек. Один из примеров был, допустим, последствия урагана большого. Опять же, перед ураганом, после урагана, вообще все коммерческие, даже компании, они подписывают обязательства выкладывать свободный доступ снимки высокого разрешения, если случаются стихийные бедствия на какой-то территории. И эти данные мы использовали, и даже без каких-то призов людям интересно поучаствовать в важном деле, показать, где произошли разрушения или какие-то последствия наблюдаются. И пользователи такой информации, например, страховые компании, одна из задач. Еще одно приложение мобильное сделано сначала, это было PhotoQuest Go, а теперь ФАО, организация по сельскому хозяйству, использует ее, она называется FraQuest, специально для ФАО сделано. это для активности на улице, то есть есть определенные точки, которые надо посетить, сделать снимок территории на четыре стороны, на поверхность почвы, и классифицировать, что вы там видите на этой территории. Это вот первый уровень классификации, а потом будет еще несколько более детальных уровней классификации. И как результат работы в GeoViki, сбора этой информации, мы в частности делаем разные гибридные карты. Вот один из примеров, это есть размер сельскохозяйственных полей, влияние человека на природу, маска лесов, карта земельного покрова и прочее. Вот одна из задач была оценить площадь заброшенных сельскохозяйственных земель на 8 стран бывшего Советского Союза. Как видите, довольно четко видно зарастание сельхозополей, если у нас есть временная серия снимков. Также используются снимки, которые сделаны на земле. И этой информацией мы собрали большое количество точек и смогли сделать карту, на которой показаны лес, пахотные земли и заброшенные пахотные земли. Вот вы можете посмотреть, как Калининград выглядит. Очень много заброшенных земель. Или вот окрестности Москвы. Сейчас много земель, наверное, возвращается назад, сельскохозяйственного производства. Это было сделано на 2015 год. И что особенно важно, вы можете с помощью этих данных не просто получить карту или посчитать площадь полигонов на этой карте. Вы можете оценить площадь. Это называется Area Estimation, статистический подход. Если вы посчитаете все пиксели на нашей карте, то получится порядка 44 миллионов. Но если вы примените статистический метод Area Estimation, то вы получите реальную площадь. Реальную площадь – это 39 миллионов гектаров России и ошибку, в пределах которой это находится. То есть призываю вас, если вы занимаетесь статистическим анализом, картами, статистическим анализом, не только останавливаться на этапе создания карты, но и считать также оценку площадей с помощью статистических методов современных. Есть также карта у нас сделанная сертифицированных и управляемых лесов глобальная. Не буду я останавливаться. И вот по России мы стараемся сделать такую интегрированную земельную информационную систему, где завязаны данные дистанционных продуктов, измерения на пробных площадях, эмпирические модели фитомассы, дыхание почв, разложение мёртвого органического вещества и метеоземельный покров, где эти показатели связаны. И на основе этого можно уже считать параметры углеродного бюджета. Вот на основании этой интегрированной земельной информационной системы для России, часть продуктов в разрешении 1 километр, часть уже сделана на 150 метров. У нас есть земельный покров, запасы углерода в почве, оценки дыхания почв, чистой первичной продуктивности и так далее. Но и всё равно я хотел отметить, что то, что делается здесь, в Институте космического исследования, где мы сейчас находимся, более, я считаю, что более детально и более аккуратно сделаны оценки по земельному покрову. Сейчас ведутся интересные очень работы по пожарам, по оценкам запасов, потому что для нас это мы берём готовые продукты, сравниваем их и пытаемся извлечь максимум из того, что находится в общем доступе. Здесь же, вот, Сергей Александрович, в частности, они работают очень много с первичной информацией, со спутников и, соответственно, имеют больше возможности получить что-то новое. Мы скорее извлекаем максимум из общедоступной информации, здесь же получается информация максимум из непосредственности дистанционного зондирования. Ну, это в основном всё, что я хотел рассказать. Я также положил здесь на входе целый ряд наших статей только за два года, там, наверное, с десяток, если не больше, статей лежит. Если вам интересно, можете посмотреть и познакомиться. Спасибо. Большое спасибо за интересный доклад. Мне, честно говоря, самому было очень тоже интересно послушать. Есть ли какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Правда, очень интересно. А вопрос про карту заброшенных земель. Вот Greenpeace недавно опубликовал свою карту заброшенных земель. Greenpeace. Вы как-то смотрели, сравнивали карты или, может быть, как-то тоже участвовали? У нас был проект, мы его, когда это, наверное, в 2014 году закончили, на тот момент мы собрали 12 карт, которых был. Вот тот источник, который вы говорите, у нас не было. Мы взяли 12 имеющихся карт, потом применили вот этот краудсорсинг, GeoWiki, Visual Interpretation, Reha Resolution Imagery и сделали как бы из 8 карт одну наилучшую на тот момент. Я уверен, что если использовать данные временные серии снимков, то можно лучшую информацию получить. Наш подход. Мы берем 12 карт, которые в свободном доступе были и извлекли максимум и получили статистическую погрешность, какой находится. На тот момент этой карты, видимо, не было. Да, она в этом году только. И вот еще вопрос про Forest Observation System, вот эта система. Я правильно поняла, она направлена на сбор текущей информации, а сбор какой-то архивной информации реализован, может, не в этом проекте по лесам, вот как по странам бывшего Советского Союза вы сделали карту по заброшенным землям. Делалось ли что-то такое по архивным данным? Ну, здесь мы собираем данные постоянных пробных площадей. И чем больше история наблюдений, тем интереснее. Вот мы нашли, допустим, сейчас данные на Урале Денежкин камень, когда первые измерения были в 54-м году, и в прошлом году повторные измерения провели, и было одно 10 лет назад, по-моему. И вот, конечно, интересно, посмотреть динамику за максимально большой промежуток времени. Это важно как для дистанционного зондирования, так и для моделей, различных моделей. То есть вам предоставляют, могут быть представлены данные не только вот текущие. Спасибо. Но в основном здесь информация о коллективах, которые способны повторить эти исследования. Хотелось бы не просто найти что-то старое. Здесь очень важно аккуратная географическая привязка. Если есть точные координаты. Обычно в исторических данных проблема с привязками. Но если есть коллектив на месте, который может провести повторные измерения, то добро пожаловать. Очень будем рады. Спасибо. Очень интересно. Еще вопросы. Дмитрий Геннадьевич, я не удержусь. У вас есть там слайд, где вы показываете, как разные факторы влияют на продуктивность. Да, да, да. Вот вы каким-то образом НПП калибруете там, если я не ошибаюсь. Вот чуть-чуть поподробнее. Значит, вот у вас есть то есть вы выберете данные НПП и спутниковых, я понял, да? Это модис НПП на продукт. А вот данные фактической продуктивности откуда берутся? Это наземные измерения, пробные площади или что это? Нет, в данном случае, но это вот сделано для территории, где нет практически наземных данных. Поэтому использовались, с одной стороны, карты почвенных показателей и климата и вот здесь вот они здесь перечислены и некоторые интегральные показатели, как, допустим, запасы почвенной влаги. То есть, по сути, вы проанализировали связь вот этих факторов с НПП, которые определяются по спутнику. То есть, это как бы не абсолютная калибровка значения НПП по спутникам, а это просто, словно говоря, анализ влияния факторов на то, что... Понятно. Спасибо. Ну и довольно неплохая связь получилась. Хорошая связь. И от Кюроси 95%. Хорошая связь. Ну это для определенных типов леса. То есть, мы не просто все вместе помещаем, а все-таки вырезаем территорию, допустим, вечнозеленых лесов или лесопадных лесов, которые, опять же, Моджис предоставляет. И для этого... Да, удивительно хорошая связь. Ну это в данном случае, по-моему, это вечнозеленые леса Индонезии. Оно получилось довольно четко. Если чем больше регион и чем более... Ну да, тем связь может ухудшаться, наверное, да. Спасибо. Так, еще вопросы... Субтитры создавал DimaTorzok